Продолжение следует... Вот, то есть, странно, парадокс, но порно-импотенция. Врачи реально говорят о том, что это беда, вообще беда просто. Да, я немного недоговорил, да, то есть, получается, как бы, если взять человека, который долгое время зависит от этого, то есть, у него в целом ослабляется состояние здоровья, вот, он как бы много своих сил как бы вкладывает в вот эту нереальную жизнь и, ну, мучается от этого, физически в том числе. Ну, я думаю, не будет лишним сказать, ты прости, я тоже немного прыгну, вот, Библия, например, в Священном Писании говорит, бегать и блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. В Коринфе написано. Ну, мы про это еще обязательно поговорим, да. Ну, кстати говоря, мы с тобой, наверное, не озвучили, речь идет, конечно же, о том, что просмотр порнографии обязательно начинает впоследствии сопровождаться анонизмом и мастурбацией. Вот, про это тоже нужно сказать, да, как бы, почему мы, собственно, говорим про физиологические изменения, да, подчеркнуть. Вот, хорошо, психологически, физиологически поговорили. Хочется еще сказать про то, что и некий вред социальной жизни человека тоже наносится. Потому что увлечение порнографии приводит зачастую к разладу отношений со знакомыми, друзьями, с родными и близкими, потому что ты что-то скрываешь от них, да. Когда ты что-то скрываешь и живешь в каком-то другом мире, ну, ты отторгаешься сам от общества. И самые ужасные последствия – это, конечно же, браки просто разрушаются, разводы. Да, безусловно. То есть, ну, как мы говорили вот по этой системе, то есть, получается, человек просто, он перестает жить реально, ему становится не так интересно то, что у него есть реальность, да, его, ну, его не способно это просто удовлетворить. И его нужно рассматривать, возможно, отчасти даже как больного, то есть, ему нужно лечение. Вот говорят, что, кстати, по поводу той самой нейронной связи в голове, говорят, что если совсем отказывается человек от просмотра порнографии, то есть, со временем эта нейронная связь склонна к разрушению. Вот, то есть, в принципе, как бы… А отвыкнуть-то реально? Возможно, но об этом мы поговорим. Вообще, реально ли соскочить?